Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Мы тут замечательным образом набрали высоту на границе Италии и Франции. И сейчас хотим вам рассказать историю про облачный линкор. И, собственно, граница вот. Вот она визуально. Граница на карте. Вот, мы к ней подлетаем, осталось чуть-чуть. В принципе, я так понимаю, что граница проходит по вот этому вот, вот этой вершине горы, ну и по кресту. Потому что вот уже с той стороны находится Италия. И очень красиво разделяют государства разной воздушной массы. То есть мы не набирали высших облаков, сегодня обычный день. Но вот здесь действительно конвергенция. Наш предыдущий набор позволил нам выйти в высшей облачности. Поэтому вот вам короткий проход вдоль облака. И потом я буду показывать небесный форт. И рассказывать про него историю. Видите, как можно сейчас по облачку, по краешку пройти. Оп. Какой кайф. Эх. Ну и смотрите, перевожу вас, перевожу камеру на прячущуюся, специально этот ракурс дел. Облачный линкор. На вершине этой горы находится форт, который построила Италия там до Первой мировой войны. Можно открыть Википедию и набрать облачный линкор. И как раз будет интереснейший рассказ про эту горку. Ну не про эту горку, а про форт на этой горке. Его построили, но довольно быстро он устарел по вооружению. Но в принципе Первую мировую войну мог создать достаточно приличную опасность Франции. И один отважный капитан французский получил приказ, так сказать, его уничтожить. Но надо понимать, что сюда надо как-то еще дострелить. И сделать это достаточно сложно. Ну и надо понимать, что сам форт может жахнуть, будь здоров. И французы умудрились втащить на какую-то соседнюю из этих вот гор. Ну не знаю, какую из них. Вот сейчас территория Франции в кадре. Соответственно, где-то здесь была гора, на которую французы затощили свои мортиры. И жахнули однажды утром, когда вот эта вершина этой горы очистилась от облаков. Форт этот обстреляли. Было удачное попадание в пару, так сказать, башен этих. И, по-моему, даже там, может быть, что-то какой-то порох взорвался, заряды и так далее. Ну, в общем, короче, выведен был из строя облачный линкор. И разрушена канатная дорога, которая связывала. Ну, в общем, крайне удачно получилось для французов. Украйне неудачно для итальянцев, которые остались без этого укрепления. Сейчас я пару проходиков сделаю на высокой скорости, чтобы вы могли сбоку полюбоваться фортом. Смотрите. И наслаждайтесь. Замечательный у нас сегодня день. Был он достаточно сложный. Ну, оп. Вот сейчас проходит. День был сложный, но сейчас зато можно здесь как замечательно полетать. Опа. Будет тут немножечко. Оп, меня плавит, упреждает компьютер, что я выхожу за пределы. По скорости, разрешенной на этой высоте, на 240-250 было высоко. Поэтому 270 земли превращается в чуть-чуть меньшую скорость. А за ними граница платора, поэтому не хочется. Не хочется выходить на платор. Еще разочек проход через фигирование на форт. Как это вот? Авиация могла бы его так раздолбать. та 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 та擦 ещё разочек итак я наверное чуть подальше от jutvin потому что мне неудобно постоянно заодно отвечу дьяв World В общем-то, неприятненькое. Ну вот, и мы, наверное, сделаем еще один проходик и будем загругляться, потому что нам надо набрать высоту, и сейчас летать к озеру Симу Цветов, к озеру Сердцу. Вот здесь, как оно там оттаивает, а льдов. Ну-ка, педирование. Сейчас, соседочка идет неудачная, по фонарю. Сейчас я с разворотом, наверное, будет получше. С правым гаражом пойду на форт. Оп! 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 Ю-ху! Наша тень. И сейчас в циркуляцию становлюсь. Сейчас все время будет форт в кадре, а я буду потихонечку терять скорость за счет того, что у меня потоков здесь нет. Блин, есть поток. Задача была скорость потерять, чтобы пройти пониже, но не на такой сильной скорости. Ну, после войны форт не стали восстанавливать. Вот так и настался такой вот достопримечательностью. На нее часто ходят люди. Но не сейчас. Ну, сейчас ходят, но, в принципе, достаточно мощные экскурсии прямо сюда идут. Канадки, по-моему, никакой нету. А вот дорожка есть, тропинка. И по тропинке можно пройтись. Ну что, я чуть подсбросил высоты. Может быть, сейчас мне пройдет, удастся пройти не на такой высокой скорости. Видите, как планер, какая штука. Сколько я тут заношусь, никак высоту сбросить не могу. Да, вот так вот. Красотища. И все так. О, вот сейчас хорошо получается. Смотрите, сейчас должно получиться скорость по 50. Вот, комфортно для меня. Теперь можно и поближе. Вот, хорошо. В кадре. Проходим. Снижаюсь, увеличиваю скорость. Вот так. Еее. Еее. Хе-хе-хе. Планер это чудо, скажу я вам. Это просто праздник какой-то. Это просто праздник. Во. Вот. Все, надоел вам, наверное, этот форт уже. Так что, я победный проход делаю и вместе с ним уношусь набирать высоту в следующем восходящем потоке. Пожёстший вираж. перегрузка. Вау! Хо-хо-хоу! Все. Оп. Парочку этих самых вверх-вниз на фоне форта. форта. Фу-хо-хоу! Их-хо-хоу! У-хо-хоу! У-хоу! У-хоу! Все, да. Фу-хоу! Фикирование! Фикирование! Кабрирование! У-хоу! 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 Всего вам доброго, уважаемые любители планерного спорта. Мы пойдем... Видите, облачко висит. Надо набрать высоту и пойти дальше. У нас еще куча грандиозных планов. Вон осталась гора, на которой мы хулигалили. Все. Вот такой вот привет из Альпс. Юпу Греча. Адивар! Эгей! Все.